Всем привет! Дамык с вами, вы на канале Джейм Тайм. Сегодня у нас прямое включение скотовицы. И... О, неужели? Главный гость и киндер тут, на месте. Блядь! Все, я низким хожу рядом с темиком, посмотрите на меня. Я тебя тоже периодически буду давать. Вы все скучали по Марику. Лучший entry fragger, по мнению моего телеграм-канала 2022 года. Много вопросов от вас накопилось к нему. Мы сейчас пойдем к сводок арене. На, ты тащи, а то... Я тащу, бля... Ты специально хочешь мою руку расслабить перед плей-оффом, да? Насколько дохуя платят в ликвидах? Ну, бля... Сразу вот так вот начинаешь с грязной... Не, просто скажи, пацаны, это нереальные суммы. Просто мотивацию для игроков, которые не хотят учить английский. Дай им, пожалуйста. Про деньги, конечно, не хочется говорить, но мне платят много. Ну, очень много. Ну, возьмем... Не, не, так не надо. Все, вырежем. Короче, много платят. Крутой вопрос был от подписчика. Ты поиграл уже полгода в интернациональной команде. Ну, короче, типа английскоговорящей. В американской, бля. В американской. Вопрос заключается в том, насколько сильно коммуникация отличается от СНГ команд и тамошних. На каком языке легче выигрывать? Легче коммуницировать для победы? Ну, я... Не, ну, на самом деле... Дело привычки, по идее. Но в русском языке как будто намного больше слов есть по какие-то микровещи, знаешь? То есть ты можешь более четко и точно сказать какие-то вещи быстрее, чем на английском языке. Потому что на английском языке очень много слов, которые... Одно слово может означать много вещей, правильно? А в русском языке, например, эти слова, они разные. На разные вещи, правильно? Я сразу пришел, потому что я же понимаю, как типа... Как у нас, например, была информация о ВП. Я сразу пришел, какие-то, например, там слово диапазон, да? Бля, как его на английский перевести? Хуй знает. Я же изначально, когда пришел, чтоб ты понимал, там инфа была... Ну, в раза два слабее. То есть там... Даже вот если брать так легко, то есть углы не названы. Знаешь, там типа на оверпассе если берем аплэн, да? Банан и слева угол есть, да? Вот этот за клумбой получается. У них это в упоре слева. Я такой, блядь, какой в упоре слева? Давай назовем это. Давай назовем вот этот угол, давай назовем... Потому что это намного легче... Намного легче сказать, типа, встань Дюпри. Я встану тут, да, например. Нежели типа, иди туда налево, поверни за угол и посмотри направо, блядь. По сути, ты поднимаешь с колен американский сыр. Но после пандемии это также есть. Нет, но есть такое, конечно, типа... Они многого не понимали, потому что КС развился настолько сильно во время пандемии. Потому что они же не летали по турнирам, а в Европе были онлайн-турниры постоянные. Они играли между собой, там, Фурия, там, вот, все эти команды. И, понятное дело, они немного отстали и от меты, и от... Потому что развитие было нереально. Потому что все сидели дома, им нечем было заняться, и все развивались. И, конечно, я пришел туда, я охуел, что люди играют до сих пор, типа, дефолт колл, дефолт колл. И я такой, блядь, так уже ты, ну, не можешь играть, потому что тебя гранатами заткнут и застакают куда-то, и все. Ну, и, понятно, потихоньку вот так вот ты начинаешь им объяснять эти вещи. Сначала, понятное дело, просадка у них по индивидуальной форме, смена ролей. И... Но потом, когда люди начинают привыкать думать, как ты думаешь, они уже начинают сами такие, типа, а, а что если вот так, а что если вот так? И тоже начинают развиваться. Потому что они же тоже хотят выигрывать, они давно не выигрывали. Ну, это хорошо, что ты пришел в команду, которая, на самом деле, финансово обеспечена, но мотивация у них уже другого уровня. Просто выигрывать чимпы. Да, да. И на этом мотивация сильнее, чем денежная. Денег, как бы... Денег достаточно у них. Они просто... Знаешь, еще прикол в том, что они выигрывали. Они знают... Чувствуют. Чувствуют, да. Они хотят это ощущение опять испытать. То есть, по сути, вот глобально, есть игроки, у них выбор. Пойти в воргу, где денег, будут платить больше, да. Не ощутимо, да, там, понятно, не в десятки раз говорим, что там выбор, ну, очевидно, в денежную сторону. А просто, ну, там, пару тысяч долларов, три тысячи долларов, либо состав перспективнее. Ну, намного лучше перспективный состав, конечно же, пойти. Потому что чувство победы, это эйфория, она, типа, ну, очень сильная. Мы же по факту ради этого играем. Понятное дело, материальная составляющая, оно, ну, важно, чтобы комфортно себя чувствовать в жизни. Но в априори мы-то играем, и стараемся, и тренируемся, и работаем столько для того, чтобы выигрывать. Сколько бы ты не получил, когда ты проигрываешь матч, особенно, когда ты к нему готовишься, то это, ну, как бы, хуже намного, чем... Да, так еще прикол в том, что, знаешь, я не знаю, как у других людей, но когда ты получаешь, там, например, много денег за то, что ты играешь, а сосешь и занимаешь последние места, то ты сам себя некомфортно чувствуешь, что, типа, ты такие деньги зарабатываешь, пока, блядь, ты просто не выигрываешь ни хуя. Че там с Ника еликом? Погу ебывался и в рот тебе дали, да? Бля, короче, про Ника ладно, типа, базару нет, но и то, я не говорил ничего про Ника, я говорил про G2 и говорил по факту, что я думал на этом момент. Что они не изменили ничего? Да. Но они... как бы они не изменили ничего? Либо на том конкретном матче ты ничего нового не увидел, но в целом они изменили? На том конкретном матче, я поэтому и говорил, я сразу после этого матча и сказал в интервью, что, типа, я ничего нового не увидел вообще. но в итоге в итоге дальше да ну конечно они потом начали играть но они не то чтобы даже изменили они просто на уверенность очень набрались они наиграли какие-то вещи и гибче стали играть то есть у них индивидуально гибче я бы не сказал что это какой-то макро я бы сказал что это индивидуальные игроки они умеют подстраиваться вот и вот я скажу так например у них было два месяца они натренировали 50 инструментов но из-за малого количества игровой практики они все равно в игре против liquid колли те вещи в которых они были уверены а эти вещи эти те вещи которые не до этого колли но потом они начали как бы уже все терять нечего давай дальше 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 и набирали уверенность других вещах и сейчас они ну по факту лучшая команда мира да по факту но я и я и я я и полностью согласен с этим а про navi вообще блять чулы перечитайте интервью что я там сказал я сказал что вот это я цитату видел и меня потом захейтили когда мы на проиграли что типа navi самая слабая команда где я так говорил о чем вообще речь я говорил что в группе у нас жду и жду и фейс то топ команды я считал я считаю правильно и потом я сказал что navi одна из более слабых команд если мы сравнивали если мы сравниваем жду и фейс люди воспринимают и там цитата вот это ксг не узнаешь либо к там типа я выставляется цитата navi самая слабая команда и не начинает сразу вот так вот пизды давать фанаты navi я так и знаешь блять нахуй мне вообще что ты говорить типа блять буду говорить что типа ой ну как все да как все как все буду говорить типа нахуй все это надо но тут уже претензия к кому ксг уню за то что они делают кликбайтов и истории нет к людям которые ведутся на кликбайт 2023 году и идут писать тебе какие-то буковки в интернете наверно к ним больше в инстаграме что ты понял мне комментариев 50 наверно под постами но прикинь а людей которые посмотрела это но сто тысяч да да ну и все наверно но большинство конечно более более но все равно как адекватных людей тут мы будем играть плей-офф кстати да как получилось и аутсайзер зеликвит плей-офф ну потому что вот тут мозг да вот тут все мозг система джейма это пацаны это вам не шутки ну и конечно исполнительно смотрите youtube канал джейма джеймтайм да да уже кринж не это было кринжом я это типа преподносила она всегда говорил это но сейчас комьюнити уже типа кринж как бы подкалывают типа хан джеймтайм и мне уже самого кринжова что они типа мой кринж короче реверсят на меня и все уже это шутка настолько сильно устарела это как типа не ну нормально я то могу говорить я же не часто это говорю не часто я должен чаще не чаще у меня история тоже была в катовице я выписал пост как раз таки про то как у меня там избили за то что я вот там ну как-то не так выгляжу шутку типа ну я написал это так свой инстаграмчик на тысячу человек это расфорсили в твиттере ваша биться не пишите пою все нормально я тебя типа защищу скажи мне что-то момент вы думал не все я уже как бы профессионал надо как бы не контролировать что ты говоришь да и так обозначим ты в ликвидах лидер в хлам ну не в хлам ну как бы внутри 2 людей которые но игру строю я капитанию не всегда я но понятно что еще роли низ не прям позволяет мне нужно фокус ловить просто я вот я большую ошибку совершил на мажоре в рио я слишком зафорсился зафорсил себя именно колись то есть как-то падает из этого просто просаживался на своих ролях и не убивал что очень важно на моих ролях делать и вот я пришел к тому что когда я чувствую когда я вот индивидуально чувствует на время мираж мы играли вчера против изов затеров я понимал полностью что они делают и я вы фокусе индивидуально был из этого мне было легко колить туда а когда ты понимаешь что тебя блять ебут тебе нужно больше сфокусироваться тогда тогда папа нитро которые блять опытный раскаливает все чтоб папа марок зафокусил грубо говоря но после ты пришел к системе которая у нас была старался прийти к ней но но больше разные игроки то есть из-за того что разные личности ты не можешь прийти к той же самой системе но ты эту систему подстраиваешь под игроков и по система она отличается чем то что это что у нас было например да но с корни системы одинаковые по сути но я так смотрел в начале было много таких наших раундов старых стратегий но сейчас уже ну как бы свой стиль уже есть какие-то отголовки на старых раундов которые рабочие но на там анубис эншент вертига уже не так как мы играем на оверпасе не так вообще ну да потому что вот я говорю это зависит от вот например на уверя мы же не можем также играть потому что оси оси не такой снайпер как ты например да а в чем отличие меня и оси я бы сказал что ты намного больше понимаешь макро и ты намного больше двигаешься по карте чем он то есть я на самом деле не пассивный снайпер ты как бы сказать люди неправильно воспринимают пассивный не пассивный ты просто ты стягиваешь себя назад ближе ко второму пленту потому что ты понимаешь что скорее все атака туда идет от этой миссии за кт да ты а я почему-то зате думал а ну зате по идее разница в том тоже что не на самом деле вы бы довольно похоже играть короче авик саппортит либо он делает свой мув либо либо викса портит и потом играть клатча все верно по сути прикол прикол вот как раз таки опять в очередной раз весь мир начал сэвить и весь мир начал играть систему снайпер саппорт ну да так но мне кажется это дело еще в брокки брокки и фейзет сильно как бы там брокки в хлам тоже все накидывает и из-за этого мне кажется снайпер вот типа я и брокки ну и широ не так у них система какая-то не прямо основанная на гранатах они это не интересные какие системы как ты изменился и насколько ты сейчас сильно там тильтишься либо как-то реагируешь на ошибки своих тиммейтов я реагирую больше чем я реагировал в п но потому что я начал больше делать мне кажется просто то есть я больше начал как-то взаимодействоваться в макро еще больше из-за этого как-то начал больше замечать какие-то определенные ошибки либо проблемы либо где вот и строишь раунд но все проговариваешь а потом человек забывали либо либо так и важной игре он как-то это не делает и в конце как бы тот 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 те два часа которые ты тратил на разборе их надо было от именно в эту секунду да и возле плюс полчаса который ты за день до тратил на то чтобы сделать это придумать это но короче суть в том что во время игр самих я не тильтую если я тильтую я через раунд забываю об этом то есть есть я вижу что-то в игре что у меня чулы немного обосраны я типа сразу я фор я форшу я пытаюсь разогнать пытаюсь их разогнать но я никогда не говорю что-то блять как-то мог забыть какая-то хуйня и так далее это все на разборе блять потом открою раскроете я объясню блять какого хуя блять что ну типа что но ты а они как удивлены своей подачи будешь на подачу они не привыкли работать короче да есть это вот это вот это большой культурный шок на самом деле потому что они не привыкли к вот такой критике и у них теряется начинает confidence они такие блять да типа это еще знаешь что типа я же им аргументированно говорю и они понимают что я прав и они начинают передумывать они начинают пытаться сценария не так нет я между они начинают быть не более неуверенно себе потому что они выбрали этот вариант правильно и я сказал что это вариант неправильный и они понимают да да ты прав все 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 верно но потом они начинают задумываться больше а вот этих о правильных вариантах и забывают вот эту игру где типа надо блять пойти запушить и убить знаешь и она и она да да без фона играть и вот это было вот это до и по у нас был мы просто ужасно играли все потеряли confidence я не знаю как мы второе место там заняли но вот вот нам очень помогло что сетка была верни в сетке вот недавний матч против фейс и спирит против кого тяжелее играть честно только между ними двух до пози фейс люди спрашивают почему-то ты а ты был в алмате мне говорили на как тебе казахстан алматы на круто на самом деле алматы как рига но просто люди не много другие а так именно сам в чем разница между ну да типа понятия другие все же латвия более на европейской какой-то стране до менталитета в казахстане немного другие понятия как люди общаются между собой там и так далее да но все равно мне круто круто был мне ты еще был не в сезон мне кажется так я летом наверно полечу еще раз ну кстати к этому к дауру к ответу на этот медиа штуки всякие ваши звезды не затусить побухать а ты мне расскажи это так чего у вас там я не пойму после мажора случилось ну где результат как раз таки где результат мы два турнира играем вот сейчас вас финале ждем да вы просто играть navi и херойки на игрой не ну ты там осторожно я бы сейчас я бы сейчас кликбейт ну еще раз как ну типа против самые ладно не буду не буду говорить как тебе как тебе то что вот халзер корет не так могу людей написали а что он что он прорал но он но он не то чтобы ты видел на каком разрешении играть да да я проходил а те охуел за как типа тетрис да да маленький квадратик но как бы он кричит на нас и это видит как бы зрителя я но с снг и они как бы прям их бесит это они это похуй на это должно быть наоборот это же я на я на фейсов кричал я когда 1-3 выиграл я такую у вас сонёк тоже кричит и мы там сидим садар как арон новый санек а чем больше никто не кричит лёхо чё ну лёха так но прям подрывает его с места и это я тогда я и тогда вижу как лёха такой . когда монстры выходит и не убивает справа вот так злится вот халзер да про игрокам все равно как бы тут настолько жесткий фокус но наверное просто скажется то что соперничество неприятно когда команду выигрывают и орут на нее не просто смотри в разных вот например вот то что фанаты пишут там хаузерк орет или нет смотря что он орет если он орет что-то там личное да типа там не но он встает вот так вот перед тобой сидит встает и такой типа let's go home guys нормально это же но это нормально мы даже не сможем другое дело если бы он вставал бы говорил какие-то плохие слова да запрещенные там то понятное дело есть на самом деле такой язык где ты как бы человека пассивно агрессивно как бы трогаешь затрагиваешь но до тебя как бы не докопаться ты в любой момент можешь съехать но ты же знаешь язык в твиттере таким ну да типа ну вы там это 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 ну ты по напрямую как бы если по понятиям то ты как бы чего но адекватно оскорбил но адекватные люди дома и как на этот реагировать просто ну ну так и можно сказать все иди нахуй а чё тебе сделают нет ничего не сделала вот именно просто некрасиво как будто ты появился на байт какого-то чела человека но у меня случалось такое у меня была такая ситуация да и что было ничего разборки ну короче там с аналитиком одним и что-то написал там я ему написал что-то в ответ и он такой сразу выстрел какую-то хуйню и я такой блять короче забил заблокировал все а ну ну просто это же взрослый поступок это заблокировать либо там да в интернете все ну да просто потом это повезло тебе что те кчелы не набежали начали писать ну да оказывается аналитик право был ты такой это черт а вот что ты бы должен делать с этим когда жить с этим терпишь и все играешь ну да да уже просто типа не обращать внимание на так вот сколько вот сколько мы вот играем сколько людей писала после того как ставку проиграют либо что-то где они тебе там и и и всю семью и все и все и все и говорят такие вообще грязности грязно грязно ты бы ввел паспорт в интернете чтобы люди с подтвержденной личностью писали было бы круто вот я тоже когда ребенок как бы кажется нет не надо а когда уже взрослый как у кажется да не нормально шока не будет зато конечно конечно тем более мы как бы личности публичном все равно в рамках цензуры не можем писать даже то что думаем то что там хотели бы написать да да кого ты больше ненавидишь апекса либо кодина когда играешь я нормальных кодинат тушусь а капекс мне не нравится помнишь я короче мы когда выиграли против них где-то на каком-то а на мажоре стокгольме я прокричал v4 vp над виталите да а потом когда он выиграл меня в амиттере нас когда вы он говорит типа v4 виталите never forget и вот у нас с того момента у нас терки не большой такой детский не то чтобы терки но я играть на друг друга ну да чё я же не буду блять ну просто я почему кодина привел потому что два чела по идее в индустрии кто прям ворут ну и хаузер и нафаня нафаня был бумыч раньше ну вот бумыча не стал hello are you blogger yes hey hello you can check my instagram mickey.podloga date ok бро выставь это обязательно пожалуйста я ничего не вырезаю это просто звезда юная может через 20 лет он потом скажут я нашел тебя ты меня пропиарил даже везде реклама есть ну как это сделать перевернуть камеру ну выиграли запишу запишу с мариком видос инста челики налетели пишут какой видос иди тренируйся типа ну как бы я месяц ничего не выкладывал полтора еще знаешь это же единственный выходной там за весь турнир даже не то что выходной на самом деле заснять какой-то контент на мой канал это минут сорок ну час это же не не сидеть там разбирать демку либо что-нибудь ну да но это же просто пойти вот серию какого-то сериала посмотреть то же самое просто этот сериал не смотрю поэтому весь прикол вот топ-3 топ-3 сериала либо аниме я посмотрел инкарнация безработного я его за день посмотрел крутая да он быстро как-то ну как-то знаешь я смогу не казаешь такая типа и легкие на просмотр да 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 причем так я так смотрел пираты в черной лагуны там 2004 год так ладно чё там мои малютки в телеграме мне насоветовали так что там про кого-то хику двадцатилетнего там 40-летнего девственника так давай-ка посмотрим первая вторая третья и в итоге так быстро посмотрел за день One Piece досмотрел в итоге тысяча 60 серий Dragon Ball ты тоже досмотрел мотивацию надо черпать ты видел игра новая вышла Hogwarts Legacy новости это же прям для а еще и дай еще недавно осознал нет это для какого-то другого поколения как будто я на поколение уже моложе как будто для 96 94 года это прям самый топ контент а люди взрослели вместе с гарри поттером а я как бы за тоже какого года 98 так я 99 не да но я же фанат ты просто этот я брат кунти есть я подсадил не знаю ну короче как будто бы основная масса это взрослые человек волшебники я как бы вопрос на эскали 4 но и для мяска но для тебя есть на самом деле но вот и именно эска эска да вот я на несколько обратно перешел я вот играл первые две игры либо первые три игры на четверке и понял что там надо спрей тренить долго да типа ты никогда не играл же на тридцатке еще ладно и лишь он типа и в сто процентов проект я говорю пацанам вот смотрите есть должны справить вот так так у него же youtube вот этот я я живу тоже я же открыл youtube знаю что у него есть youtube я смотрел типа эти ролики поэтому можешь ему сказать что я спасибо что он докладил как то я ему еще рассказывал тоже я же помню как ты вот так вот скидываешь видос вот и лишь показывает как спрей мне еще в команде всей когда мы еще играли вот вот да вот так вот можно тренироваться типа короче я посмотрел забил потому что я не справишь и он сказал против фейзов на inferno вот так вот плядь короче там завивали весь спрей проебал сака у нас кайрон спрей может быть до 2 спрей лучший в мире который я видел наверное у кого 1 или в прайме до базар и я лишь наверно на прайме тоже ну и он как бы ну как будто вот даже тяжело наговорить у кого спрей крутой ну естественно играл лучше спрей но у него и такой ставил 5 это все фейм тоже нормально стоит ну фейму у него у него-то наводка сумасшедшие они видишь молодые одного поколения они нажимают на кнопки уже прям по-другому то есть и как бы не хватает опыта где какие надо нажать стрельфы на какие углы и так далее но вот в каком-то экшене вот это все а вот у меня наоборот у меня знаешь как будто вот я так понял что вот меня наводка например слабее либо спрей слабее намного чем рефы просто я обычно выхожу так что мне даже не надо двигать ну да у тебя же там было самое там что-то лучшее в мире кордость от прицела до головы или чертом расстояние между моего прицела и головой да-да-да типа и головой врага это важно еще стоя убиваешь можно достану сейчас саньку говорит ты на своих зонах стоя должен открываться ты не можешь он ну да период период нельзя он переучивается тоже ну знаешь почему кстати мало того что ты замедляешься когда так делаешь то есть ты медленнее занимаешь зоны трейды был сначала трейдишься легче легче намного трейдишься ты не можешь назад стрейф сделать если одного убил да-да-да-да капец марик то что ты до типа ты этого не рассказывал раньше это ты до этого дошел недавно либо ты все время знал это либо ты пришел к этому так типа недавно такой а ну да на самом деле инсективно я просто так делал я потому что вот что про что мы мы с досаном же много обсуждали прям разными кру все вот это в реальной жизни проверяли это с тобой покажи как ты подходил этому столбу и такой видишь меня короче есть такая тема что чем ближе ты к углу будет видно твое плечо вот так видишь ты да это я тебя не вижу ему все темы в микрос ксом и также там левое плечо у кого какой глаз домина кстати легкий 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 способ понять какой доминантный глаз с двумя открытыми глазами вот так вот какой-то любой объект сделал в кружке сделать и смотреть на него и потом закрываешь либо левый левый глаз и если ты у тебя до сих пор объект в кружке значит значит у тебя правый дам глаз номинантный а если закрываешь правый глаз и у тебя в левом глазе все еще в кружке значит у тебя левый класс номинантный и для чего я подвожу это вообще это было связано с лига легенд и dota и что типа карту на какую сторону ставить потому что тебе легче будет ее ну на фоне видеть и на то в кс я например это использовал так что и почему я на левой руке играю потому что мне правый глаз более доминантный доминантный и чтобы не загораживать каким-то оружием которому мне похуй как он выглядит где он находится на чтобы я детали какие-то видел больше а вопрос что легко будет уходить банана или останется 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 я думаю останется потому что мы у нас с инферно была проблема мы сначала поставили лёху большие и фейма оставили там потом в итоге решили да не пусть лёха как бы опыт на банане там важная игра он там понимает что против кого делать а петина стрельба она как бы нынешние мете банана она вообще не реализуется там чул на гранатах фул на гранатах и поэтому да вот мы встретились ты тиму увидел да да ты с ним поздоров пообщались нету как он но ну я с ним понятное дело пообщался по поводу того как команде там и так далее типа мои более 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 менее поняли друг друга мне просто обидно что они проиграли айти то есть если нами например там было ожидаемо потому что ну блять сложно в кланами было бы по-любому не на не вообще не сыграны да они походу поменяли на интерна на фанин оба стал за кт а первые горятом был тима да то есть там сейчас все на коленках да да так и было ну что ж ребята спасибо что смотрели подписывайтесь на соцсети марика может быть самый лучший игрок в мире спустя пять лет кто знает а я буду интервьюером сидеть там и на английском базарить жизнь разная ставьте лайки пока пока пока